Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. Сегодня мы поднимем такую шикарную тему, как YouTube канал. YouTube канал это царь и бог MLM бизнеса. Если вас нет на YouTube, значит вы не лидер MLM. И я хочу рассказать, что YouTube канал стоит на втором месте по индексированию среди поисковых систем. Он даже обгоняет Яндекс. У нас сейчас будет цикл видео про YouTube канал. Смотрите, обучайтесь, запоминайте, внедряйте. И вы станете богом MLM бизнеса. Привет, друзья! С вами снова Владимир Коваленко. И сегодня мы разбираем такую социальную сеть, как YouTube. Это бог и царь для предпринимателей и тех, кто занимается инфобизнесом. Поэтому мы с ним разберем структуру, как зарегистрироваться, какие настройки нужно внести, чтобы уже на первом этапе у вас уже канал выглядел очень красиво и мог приносить вам доходы клиента, ваш бизнес. Поэтому поехали! Создание бренда и своего имени. Оформление страниц в YouTube. Первое, что хотелось бы сказать, это несколько фактов о YouTube. Офисы YouTube имеются в 88 странах. Сам канал переведен на 70 языков мира. Россия занимает второе место по просмотру в сети YouTube. 6 из 10 пользователей смотрят ежедневно YouTube в возрасте от 16 до 65 лет. Вы представляете, какая-то машина просто для того, чтобы начать продвигать себя как эксперта, свой бизнес в этой сети. От 16 до 65 лет 6 из 10 пользователей ежедневно просматривают этот канал. Поэтому канал YouTube это тренд. Создавайте свой канал, делитесь экспертностью, помогайте другим людям разбираться в чем-то, что вы знаете лучше. И тогда ваш бизнес и ваш бренд будут вне конкуренции. Теперь пройдемся пошаково, что же нам нужно сделать. Первый шаг в освоении YouTube это конечно же регистрация. Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на страницу Google и просто создать почту. Вы видите на скрине, как это сделать, какие окошечки вам будут показываться. Заполните все необходимые поля, зарегистрируйшись на почте, вы теперь можете авторизироваться на YouTube. Второе это оформление канала. Разберем основные моменты в оформлении канала. Помните, что оформление канала это ваш бренд, ваш стиль. Это ваше лицо, лицо вашего бизнеса и продукта, который вы предлагаете. Поэтому здесь нужно уделить особое внимание. Если раньше, если можно было просто поставить какую-то заставочку с поли цветами или какую-то абстракцию, то сегодня это уже не совсем работает, потому что люди стали обращать внимание на то, насколько красиво и качественно сделано, насколько упакован ваш продукт. И они обратятся к тем людям, и останутся на том канале, где им первое, что это понравится, внешне. Они еще не начали смотреть ваше видео, возможно, да, а просто зашли на канал, и если он плохо оформлен, то, скорее всего, они уйдут с него. Поэтому эту тему не упускайте и отнеситесь к этому более серьезно. Для того, чтобы настроить нужно, нажимаем на иконку справа, если у вас это новый канал, там будет пусто. Выбираем мой канал, как вы видите на скриншоте. У вас перебрасывает на страницу канала. Теперь нам нужно его оформить. С чего начать? Оформляем обложку. Еще по-другому ее называют «Шапка канала». Для этого нажимайте на иконку фото. Вот здесь, как показано на скриншоте. И вас перебрасывает на страницу с загрузкой изображения. Я думаю, у вас это теперь получилось. Хотелось бы немножко остановиться на таком вопросе, как выбрать правильное оформление, что должно быть написано. Я считаю, что рекомендую, чтобы на вашем канале было обязательно изображение вас самих. То есть вы представители своего бизнеса, своего продукта. Чтобы если вы продвигаете себя, то там обязательно должна быть написано ваше имя, фамилия. Или то, как вас называют в Урнете. То есть ваш ник. То, что вы хотите, чтобы люди вас узнавали, каким образом. Имя, фамилия или ник. Допустим, Владимир Коваленко. Или какое-нибудь название. Ой, какая пелькуха. Шварц. Я не знаю, как люди друг друга себя рассказывают. Или трансформатор. Вот. Поэтому первое, это ваша фотография обязательно на видео. Должна быть второе, это ваше имя. И третье, то, чем вы занимаетесь. Должна быть надпись или изображение на фоне вашего продукта. То, что вы предлагаете. Если это бизнес, тогда пишите это надписью, что я MLM предприниматель. И вашу корону, какую-то вставку. Например, у Елены это написано, директор за 30 дней. Реально. Или там написано, что или получите от 10 заявок в день на полном автомате. Это вполне реально. И мы знаем, как это сделать. И обязательно еще добавьте туда свой номер телефона. Контактный номер телефона. Чтобы он отображался на вашей шапке. Это что касается MLM предпринимателей. Поэтому поехали дальше. Как должна выглядеть шапка вашего канала. Это то, о чем я вам сейчас рассказал. Главное, она должна быть интересной, уникальной. Отображать вас как бренд. И то, что вы транслируете. И что не менее важно, должна корректно отображаться без обрезки, ключевой картинки и неверного масштабирования. Еще раз пройдемся, что должно быть изображено. Ваше фото, то, чем вы занимаетесь, суть бизнеса. Рекомендуем мы размер. Это 2560 на 1440. Максимальный размер файла 6 мегабайт. Мы к этому видео прикрепим ссылочку. Для того, чтобы можно было скачать этот шаблон. В который вы сможете подстраивать свою шапку, если вы ее делать будете самостоятельно. Ну, рекомендация вам по поводу шапки. Где найти ее? Первое. Это можно заказать у фрилансеров. Будет, конечно, это стоит немного небольших, абсолютно небольших денег. Но сделано будет качественно и красиво. Небольшие деньги, я имею ввиду, это там 200-300 рублей. За 500 рублей можно оформить шапку на YouTube и на Facebook. На фрилансе это очень просто. Что, например, на сайте quark.ru за 500 рублей вы можете сделать и то, и то. На врукзиле можете посмотреть. Реально это совсем недорого стоит. Зато она будет качественной. И второе. Это искать через поисковую систему. Пишите, скачать шапку для YouTube. Сможете ее скачать, поэкспериментировать сами, если вы немножко понимаете в Photoshop. Теперь необходимо установить аватар. Им обязательно должна быть ваша фотография. Логотип, как бы, возможно, но есть новые условия у YouTube. Для того, чтобы он был полностью авторизированный канал. Его так авторизируют, но для того, чтобы он прошел монетизацию. Там нужно запомнить определенные поля. То должна быть именно ваша фотография. Возможно, что и проканает логотип. Если вам принципиально важно, пожалуйста, устанавливайте логотип. Вот. Это никто не запрещает. После того, как вы установите картиночку, да, для этого нужно нажать, вот, под шапкой есть логотип, то есть иконка с фотографией, где она уже стоит. Если у вас новый канал, там будет пусто, нажимаете на фотоаппарат, появляется окошечко, туда загружаете фотографию. Она отобразится не сразу, как только вы загрузили, она отобразится в течение пятидесяти минут, бывает быстрее. Дальше. Есть два вида отображения вашего канала. Это классический и новый, без лишних настроек. Нам необходим классический. Классический вид в нем в основном можно, не только можно, а так оно и есть. В новом вы не сможете производить настройки на самой странице. Нужно переключаться на классический. Для того, чтобы можно было делать определенные настройки по главной странице, по оформлению, по плейлистам, вот. Как это сделать? Нажмите кнопочку «Изменить вид обзор», как показано на скриншоте. Вот здесь «Изменить вид страницы обзор», верхний скриншот. Дальше оно переключится на вот такое вот окно. Здесь уже, видите, поменялось немножко меню. И, собственно, в этом меню мы будем производить все манипуляции по настройкам. Настроим для главной страницы плейлисты. Сначала их нужно будет создать. Делается это для того, чтобы подписчику было удобно просматривать ваше видео, разбитое по отдельным рубрикам. И также, чтобы главная страница не была пустой, когда заходит к вам новый, ну, ваш новый подписчик. Он еще не подписчик, а ваш новый клиент. Когда вы сами подписчики, мы уже страница будет немножко по-другому отображаться. Дальше это разберем. Вот, зайти на главную страницу канала, выбрать вкладку «Плейлисты». Видите, да, на скриншоте. Здесь главное видео, нажимаем плейлист, она подсвечивается красной полосочкой. Далее нажимаем «Плюс новый плейлист» и прописываем его название. Дальше можно будет еще добавлять описание этого плейлиста, чтобы людям было понятно рубрики, которые хранятся в нем. Но это дальше уже в настройках каждого плейлиста. Изначально нам главное его назвать. Вот, нажали новый плейлист и дальше прописали его название. Теперь добавим плейлисты на главную страницу YouTube. Для этого на классическом виде страницы пролистываем вниз, в самый низ страничку пролистываем и нажимаем «Добавить раздел». Вот видите, желтенько видимо «Добавить раздел». Далее мы нажимаем на контент, вот чуть-чуть правее скриншот, выберите контент. Из выпадающего списка выбираем раздел «Плейлисты», «Все плейлисты» по вертикали. То есть вот выбираем «Все плейлисты» и дальше там можно будет выбрать настройку, как отображать горизонтально или вертикально. Вы выставляете по вертикали. Теперь на вашей странице главной, на главной странице канала появится список плейлистов. Теперь настроим описание канала, что называется «О канале». Здесь заполняется информация, которая расскажет о чем ваш канал, чем занимаетесь, ваши преимущества. Здесь можно добавить социальные кнопки и ссылки на ваши сайты, блоги, лендинги. Все, что можете еще больше передоставить информацию о вас. Для того, чтобы это сделать, нажимаем, наводим курсор на карандашик и нажимаем на него. То есть «Edit» это в переводе как там, ну изменение, корректировка. Дальше вам появляется выпадающий список. Здесь вот видите, да, пользовательские ссылки. Это чуть-чуть ниже, а сначала будет описание канала. Вот, скриншот правее, вот о канале. Здесь мы описание канала, пишем, пишем, пишем все, что я говорил, все, что вы считаете нужным. Дальше пролистываем, есть пользовательские ссылки. На скриншоте они уже у нас добавлены, ну там есть «Добавить». Нажимаете плюсик, там пишите заглавие, сайт топ-лидера компании онлайн-школы или ВКонтакте, Инстаграм. И дальше вставляете ссылочку. Потом эти ссылочки будут отображаться у вас на главной странице. Сейчас покажу как. Вот, видите, будет на скриншоте, в шапке. С правой стороны будет отображаться вот сайт, потом там вот школа, контакт, Инстаграм, еще переход на сайт. Сейчас это очень полезно, и люди, когда попали к вам, могут перейти сразу на ваши каналы. Ну и почитать о вас еще подробнее. Дальше. Теперь нам необходимо подтвердить канал, чтобы он считался вашим, и можно было добавить значок, так сказать, лейбл вашего канала или напоминание о подписке. Ну и чтобы его можно было монетизировать. Без этого его никак, вы монетизацию не отправите. Монетизация вообще нужна для того, чтобы сам YouTube ваши ролики хотел продвигать. То есть, с чего зарабатывает YouTube, это же большая сеть, большая машина, с помощью которой на ваших роликах будет предоставляться реклама, рекламодатели, которые заплатили денежку, чтобы транслировался их продукт. Вот. И YouTube будет выгодно тогда ваши ролики продвигать там в топ и еще куда, для того, чтобы люди смотрели, и еще больше рекламы показывалось. Поэтому нужна будет монетизация. Но сначала мы подтверждаем. Для того, чтобы подтвердить канал, нам нужно перейти в настройки канала. Видите, да? Нажали на фотографию справа, выпадающий список и выбираем тут настройки. Далее, вносим все данные, которые просит YouTube. Отправляем запрос, получаем код, вводим его и наш аккаунт авторизирован. Здесь вы нажали на настройки, там будет подтверждение аккаунта. Шаг 1 из 2. В какой стране вы находитесь? Рекомендуют. Недавно я узнал. Рекомендуют ставить страну США. Почему? Потому что, как бы, в целом, это, YouTube, это американский продукт, да? И все настройки, все, вот это вот, исходит оттуда. Поэтому говорят, что не спрашивайте почему, но ставьте США. Я так и делаю и рекомендую вам. Наверное, алгоритмы там будут лучше работать или что-то еще. Поэтому не спорим, ставим. А дальше там получить по SMS, голосовое сообщение. Вам придет ход, вставляете и все хорошо. После подтверждения канала мы можем добавить фирменный стиль. Для этого нажимаем дополнительные возможности. Заходим в творческую студию. Это все производится в творческой студии. Вот видите, скриншот творческая студия. Канал, фирменный стиль. Открывается окошко. Вот, нажали на фирменный стиль. Открылось окошко. Логотип канала. И добавить логотип канала. Что это такое? Это значок, который показывается в правом углу видео всегда. Как водяной знак. Но если на него навести, сразу выходит окошечко о подписке. То есть, подписаться сразу на вас может пользоваться. Обычно там пишут призыв к действию. Подпишись на канал. Подписка. У нас, например, Елена Ковленко. Подписаться. Сделать это обязательно. Это будет защищать и ваше видео. Защищать на своем канале YouTube. Что и другие пользователи будут смотреть. Там будет отображаться и, возможно, это будет приводить к дополнительным вашим подпискам людей на ваш канал. Дальше. Там можно выбрать, когда отображать. И нажимаем обновить. Ставьте отображать постоянно. Обновляете. Теперь при воспроизведении роликов появится окошечко такое. Не окошечко, а логотип. Который вы добавили к ролику сюда. Что такое теги канала? Это специальные ключевые слова, с помощью которых YouTube определяет тематику того или иного видео. Они предназначены главным образом для того, чтобы упростить жизнь роботом поисковой системы YouTube. Каждое видео имеет свои теги. И канал имеет теги. Это будет вам плюсом для продвижения вашего же канала. Для того, чтобы эти теги заполнить и написать, нужно сделать такие действия. Заходим в настройки канала и выбираем канал дополнительно. Вот видите, творческая студия. Выбрали вот канал. Это все делается в творческой студии. Канал. Нажимаем дополнительно. Вписываем строчку ключевые слова канала, как показано в скриншоте. И нажимаем сохранить. Сюда нужно вписывать слова через запятую. То есть не следно, как привыкли в ВКонтакте с хэштегом писать работа онлайн вместе. Есть с раздельными словами. Работа, пробел онлайн, запятая. Успех, запятая. Инфомаркетинг, запятая. Маркетинг план, запятая. Личный бренд, запятая. То есть нормально пишите, как обычно, но разделяете запятыми. Пробелы ставить можно и нужно. Выбираем ключевой запрос. Как нам видео загружать и вообще какие видео снимать. Ответьте на вопрос. Если бы была у вас возможность пообщаться с сотней ваших идеальных клиентов, вы спросите о том, какая у вас самая серьезная проблема. Из тех, с которыми вы можете помочь. Какие были бы ответы от них. Запишите столько вариантов, сколько сможете, не ограничивайте себя. Это и будут ваши ключевые запросы. К примеру, если вы обучаете фотографию, можете выручить болевую точку, вроде как, мои фото ужасные. Затем придумайте вопрос, который человек с такой боли может ввести в поиск в YouTube. В данном случае, это потенциальный клиент настроен улучшить качество своей фотографии. Поэтому, скорее всего, он будет искать уроки фотографии. Так вот, уроки фотографии это ваш ключевой запрос. Мы уже с вами обсуждали тему ключевых запросов и вашу целевую аудиторию. Поэтому, вам это уже знакомо и вы уже знаете темы, на которые вы будете записывать ваши видео. Потому, что вы прошли уроки экспертности. И целевую аудиторию вы свою выявили. И темы для контента. У вас куча должно быть теперь идей. На месяцы вперед. Какие видео нужно записывать, какие посты писать. Это так, немножко вам еще раз напоминание. Как это можно сделать в YouTube, да, если вдруг идей закончились. И переходим к поиску в YouTube. И вписан свой ключевой запрос. Уроки фотографии. Выпадет целый список. Выпадет целый список таких же ключевых слов. Это те слова, вот вы видите на скриншоте, которые чаще всего вбивают люди в поиск в YouTube. И это вам подсказка, на какие темы возможно нужно писать видео. И то, что люди ищут чаще всего. Поэтому, это вам такой лайфхак. Для того, чтобы еще добавить себе в копилочку темы для видео, для контента. Почему видео должны быть краткими? Когда вы только начинаете, люди еще не слышали про вас. А значит, они не будут тратить много времени на просмотры ваших видео. И если они начнут уходить от вас до окончания ролика, это убьет ваш рейтинг. Приветствие. Сделайте его продолжительностью не более 15-20 секунд. И сразу переходите к совету, шагу или хаку. То, что вы в видео своем расскажете, что рассмотрите. В зависимости от того, на чем вы сфокусируетесь. Дайте ценность и завершите все это призывом к действию. Более подробно о Call to Action мы поговорим далее. Впереди у вас будут еще темы по поводу того, что такое продающее вступление, продающее видео, структура продающего вступления. Вы еще научитесь, как правильно и что говорить. Для того, чтобы ваш ролик хотели смотреть и досмотреть до конца. И откомментировать и прочее, прочее. Каждое ваше видео необходимо закрыть призывом к действию. Когда вы загрузите ролик на YouTube, используйте функцию аннотации или YouTube-подсказки, чтобы добавить реальную кнопку Call to Action. Например, на этом скриншоте Елена показывает руку в сторону и в это время говорит, что вы можете забрать свои бонусы, пройдя по этой ссылке или нажимая на эту картинку. И в это время как раз показывается картиночка и предлагается скачать определенный бонус. Вам во время видео просто необходимо указать рукой место, куда нужно нажать, посмотреть, скачать. А уже в процессе, когда вы загрузите видео, это все выставляется в настройках. Целью Call to Action на призывы к действию является переход зрителя от видео на YouTube к релевантному лид-магниту. Лид-магниту то, что вы предлагаете и то, где человек оставит свой контакт в замене на что-то. Теперь, когда у вас готовы видео под дополнительные ключевые слова, пришло время загрузить их на YouTube. Как это сделать? Тут для вас пошаговая инструкция. Первое. Даже если вы снимаете видео на смартфон и имеете возможность сразу с него закинуть рейд на YouTube, не делайте этого. Сначала выгрузите его на компьютер. Как правило, видео, только загруженное с камеры на ваш компьютер, будет иметь название, набор цифр и букв. Измените его с учетом ваших дополнительных ключевых слов. К примеру, уроки фотографий для начинающих. При загрузке видео вам необходимо выбрать открытый доступ, доступ посылки или ограниченный. То есть нажимаем на стрелочку, вверх. Появляется окошко, куда можно либо перетянуть и кинуть видео, которое нужно загрузить, либо вы нажимаете там «Выбрать». Используйте точную формулировку дополнительных ключевых слов в качестве названия видео. Здесь, например, как правильно работать со структурой MLM. Здесь структурой MLM являются ключевые слова. Ну и работать. И дальше эти ключевые слова добавляем несколько раз, не менее трех в предложениях. Еще рекомендую то, как вы назвали свое видео. Первая строчка в описании должна дублироваться, то есть повторяться. Вот мы делали и так, и так. Последнее время мы копируем эту заглавие и вставляем его в описание. Считаем, что это лучшее будет конвертировать и выдавать ваше видео в поиске. Добавьте ключевое слово в теге. Также добавьте туда пару вариаций, ключевые слова и ваше имя или название компании. Зачем там ваше имя? Например, вы или ваш бренд известный. Люди могут искать видео по таким запросам. То есть по вашему имени. Они не знают, что вы выдаете им имя. Вот они запомнили, что вы специалисты в MLM продвижении в онлайне. И они знают, как вас зовут. Тогда они будут просто набирать Владимира Коваленко или Елены Коваленко. И им будут выпадать список видео. Если они уже прокручены и хорошо как алгоритмами Ютуба распознаются, то будут в поиске выдаваться именно по нашему названию. Хотя по нашему бренду, да, по имени. Хотя сами видео могут называться совсем по-другому. То есть наберут Елены Коваленко и выйдет список там оформления в соцсетях, как работать со структурой, 5 фишек в MLM предпринимательстве, как неслить свои деньги или что-то еще. Но они набрали только ее имя. Вот или другая ситуация, просматривая ваше какое-либо видео человек, мог не запомнить его название, но запомнить, как вас зовут. Да, или название вашего района. И потом он будет искать именно вас. То, о чем я сейчас вам и сказал. Куда вносить всю эту информацию, смотрите на скриншоте. Когда вы будете загружать видео, здесь есть 3, это название, 4, это описание ролика и 5, это ключевые слова. То есть это те же теги. Они еще там подписаны, теги. Туда вы вводите все ключевые слова, которые схожи с видео, которое вы сейчас записали и загружаете. Если это связано с личным брендом, пишите личный бренд, ваше имя, фамилия, маркетинг-план, построение структура, работа онлайн, работа для мам, что там еще. Инфопродукт, MLM онлайн, MLM по-английски, сетевой маркетинг, сетевик, успех, большие деньги, деньги, заработок. Примерно таки, да, накидываете слова, название вашей компании. Все, что может быть связано и схоже с вашим видео, которое вы загружаете. Дальше. Шестое, это нужно нам загрузить, добавить изображение миниатюру с текстом, которое описывает содержание видео. Вы можете использовать инструмент Canva или Photoshop, чтобы добавить текстное изображение, которое загружаете в качестве миниатюры. Видно, да, когда мы ввели какой-то запрос и нам вылетели видео, то, как вы думаете, какое интересно нажать. Мне вот второе видео, оно с ярким пятном, там есть человек конкретно, который рассказывает, то есть, ну, который будет мне предоставлять информацию, как это сказать, вылетело из головы, контент, контент. Вот. И я вижу описание этого ролика, как мы сначала, как обычно мы ищем видео. Обычный человек, первое, что он визуализирует, ну, визуализатор по себе, да, визуал. И первое, что он делает, он смотрит, когда убил запрос, смотрит, тут идет так вот, ролик и смотрит на фотографии. То есть, потому что, ему хочется понять, что будет, ну, передавать, какую информацию, какой контент. И он увидел, так, вот, человеку, тут еще и написано, что, если его заинтересовало, дальше он смотрит правее, дальше он читает описание описание обычно может быть одинаково может от немного отличаться жаден чтобы она отличалась или как бы дополняла описание которое есть на фотографии вот и дальше он все понравилось чик нажал дальше он смотрит поэтому оформление то что мы играли в начале оформление вашего канала и оформление ваших роликов должно быть очень хорошим тогда вам успех гарантированные люди будут смотреть ваши ролики и желательно делать их в одном стиле оформления то есть миниатюры вот эти как их называют еще делайте их в одном стиле для удобства загрузки виде оптимизации канала установите плагин виду виду вот я вам ссылочки скину под этим видео и клавер для youtube с помощью них вы сможете смотреть теги чужих каналов конкурентов теги видео которые еще не их можно делать но поисковый запрос сразу писать в этом плагине и вставлять их в теги очень облегчает работы я вам советую хуже вам не станет поэтому пользуйтесь обязательно большинство людей знают то о чем я вам сейчас расскажу но вот в чем дело 50 процентов просмотров на youtube сегодня происходит с мобильных устройств и это проблема для тех кто хочет генерировать видов и продавать используйте youtube подсказки они открывают огромные перспективы для развития так их помощью вас появится возможность направлять трафик с мобильных просмотров видео на ваш сайт раньше это было только с мобильных сейчас это хорошо и конвертируется экранах на ваших пока это означает что просто добавим в youtube подсказки на свои видео вы сможете трафика значительно значит существенно повысить продажи с youtube youtube подсказки делать гораздо больше чем традиционной аннотации youtube подсказки стали набирать обороты совсем недавно и уже как youtube сам писал что нет возможности добавлять аннотации он закрывает полностью только подсказки он когда как говорят проанализировал и понял что подсказки работают лучше всего люди охуяя нажимают и соответственно повышает конверсию что вам нужно знать о youtube подсказках вам нужно добавить их каждому видео отдельно это обязательно вы добавляете в них ссылку картинку миниатюр заголовок и призыв к действию они демонстрируются при просмотре видео как на стационарных компьютерах так и на мобильных устройствах вы можете редактировать их в любой момент пять типов youtube подсказок видео или плейлист подсказка дает ссылку на любое другое видео в общем доступе которое может быть интересным зрителю текущего видео второй канал продвижение другого канала то есть если у вас есть два канала которую ведете то вы можете перекрест на перелинковку делать чтобы люди также переходили на другой ваш канал и тоже делали подписку опрос приглашение зрителя принять участие в опросе в опросе ссылка это самый важный для интернет-бизнеса инструмент он дает вам бесплатных лидов из youtube и терять тех кто смотрит ваши видео с мобильной я расскажу как его настроить и так кликните на значок изменить под вашим видео вас перебросит в интерфейс где будут производиться изменения выбираете подсказки добавить подсказку и здесь вылетает выпадающий список теперь выбирайте необходимый тип подсказок и введите действительную ссылку применимую к данному типу подсказки если это сайт и добавьте ссылку на плейлист и конкретное видео которые будут отображаться в подсказке на видео вот здесь видно на скриншоте когда мы добавляем видео или плейлист можно брать одно видео или плейлист в котором отображаться видео все видео которые находятся в этом плейлисте дальше вы можете добавить сообщения и текст тизера теперь кликните на значок изменить под вашими это мы сейчас смотрим то как добавлять аннотацию подсказки мы только что рассмотрели теперь как добавить аннотацию конечная заставка и аннотация тоже нажимаете на изменить дальше кликайте конечная заставка и аннотации и нажимайте добавить элемент тоже упадающий список и можете выбрать несколько видео или плейлист подписка на канал канал новый свой рекламировать и ссылка на веб-сайт в дополнение к призыву добавленного вами с помощью аннотации youtube подсказок вам стоит вербально обратиться к зрителю с призывом еще секундочку да здесь в аннотациях вы когда добавляете можете часто замечали что в конце видео загорается окошечко с видео чтобы который предлагает посмотреть но следующий обязательно тоже добавляете аннотации для того чтобы человек когда просто посмотрел ваши видео и не ушел с вашего канала а дальше перешел еще на следующий видео на вашем канале поэтому вы когда добавляете видео или плейлист вот такое появляется окошечко прозрачная и вы указываете где оно должно быть расположено то есть мышкой его перетягиваете право-лево-вверх-вниз там есть еще шаблоны это не столь важно там сможете сами поэкспериментировать выбирайте где оно будет отображено и выбирайте какой вид также есть ссылка добавьте ссылку на веб-сайт но для того чтобы добавлять ссылку вам нужно свой канал монетизировать для того чтобы монетизировать нужно чтобы на вашем канале было минимум 100 человек и чтобы там было загружено или просмотрено 300 минут минут вашего видео потому что такое в целом и нужно будет посмотреть в условиях монетизации потом нужно будет подключить эдсэ а не 10000 часов должно быть просмотрен на ваших видео вы когда будете подключать потом эдсэнс и мы автомонетизации и там такие условия минимум 100 человек на вашем канале и 10000 часов просмотра как только если у вас уже есть у человека нету этих часов просмотра они пишут что как только у вас наберется данное количество мы ваш канал монетизируем и после того как монетизируется вы сможете добавлять ссылку на ваш сайт то есть определенный момент когда вы захотите будет отображаться ссылка то есть будет перейти пожалуйста на мой сайт там больше информации там появилась ссылочка ссылка вашего интернет ресурса но это очень ценно и это приводит как бы трафик людей на ваш канал с вашего нужно обязательно обратиться к зрителя с призывом это говорите подписываться на ваш канал кликнуть мне нравится оставить комментарий и можете говорить что поставьте звоночек чтобы не пропустить следующие видео на моем канале то есть когда он нажмет на этот канал на звоночек и в будущем при добавлении вами видео вам будут выходить сообщения в браузере о том что вы загрузили новое видео пожалуйста пройдите посмотрите тоже прикольная штука удобно по поводу как часто выкладывать видео не не подбирайте частоту выхода видео ориентируясь на кого-то вам могут советовать после три видео в неделе и выпускать ролик каждый не слушайте выберите такой ритм который будет удобен вам чтобы обеспечить регулярность так как если вы начнете после три видео в неделе а потом окажется что вам это неудобно и вы на второй неделе забудете о новых видео вообще это серьезно понизит ваш рейтинг поэтому выберите для себя удобный график и будьте последовательными рекомендуемая частота выхода видео за три видео в неделю 15 видео в месяц хардовая версия 20 видео в месяц и задание зарегистрируйтесь на youtube канале оформите youtube страницу согласно рекомендациям очень важно произвести оформление чтобы это было красиво не поленитесь и не зажмите денежек 200-300 рублей для того чтобы вам сделали красивую шапку и вашего канала это ваше лицо и она будет охотнее конвертировать подписчиков на ваш канал поэтому всем хорошего дня выполняйте домашнее задание ну а с вами был Ваним Мерковленко до скорых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok а